Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но иногда бывает так, что ученики считают, что, например, двойка – это несправедливая оценка. На самом деле учитель не может иметь понятие о хорошем и плохом. Для учителя все ученики одинаковые. Может поставить и четвёрку, и пятёрку, и тройку. Всё зависит от того, как ты написал. А если кто-то делает что-то не так, то она начинает сердиться. И, собственно, благодаря ей мы получили те знания, которые дети получают в начальной школе. Она не любит ставить пятёрки. Она замечательный учитель. У неё всё всегда было интересно. Она нам давала самые наилучшие пожелания. Всегда, когда мы переходили в другой класс, она устраивала нам разные сценки. И нам было весело, хорошо. А, помнишь, это как мы подрались с данием? С пишетка, по объяснению написали. Вот это было просто. У меня то же самое было, когда я с шургой подрался. Ну, мы вообще всем классом общаемся и всё такое. Не знаю, даже вспомнить не могу о смешных таких веселых случаях. Она никогда бы... Она всегда расстраивается, даже если она радуется, переживает именно за нас. Вот если у тебя какая-то удача, она сразу же тебя поздравляет. Она, скорее всего, печалится, когда мы дерёмся, либо ссоримся. Чаще всего это происходит с мальчишками. Или когда мы её не понимаем. Ну, я не думаю. Она обычно расстраивается, когда мальчишки дерутся, либо ссорятся. Ещё некоторые... Ещё, может быть, она устаёт от... Она угорчается, когда устаёт. Иногда портится настроение. Мне нравится, как она смеётся. Она понимает шутки. Я с ней... Ты же знаешь. А мальчики, они скорее даже не дерутся, а так играют. Эти войнушки пеналами друг друга стреляют в обруши. Потом могут поссориться, там, ну, одному руку сломать, другую ногу, по ноге шарахнуть. Поэтому одну из двух. Ну, конечно, плохой понедельник надо наказывать. Это понятно. Мы этим боялись. И сейчас мы понимаем то, что... То, что она сердится, это только лишь пожелание в нашу сторону, только немного с повышенным голосом. Значит, если в первом случае мы с вами одинаковые сегменты складывали и получили в сумме 70, да, и с этого исходя 70-21 отняли, то прямоугольник... Самое хорошее, она обучала меня, ведь обучение – это самое главное в жизни человека. У каждого, по-моему, есть некоторые оплошности, за которые ставят двойки. Значит, принцип – это второй множитель равен... А первый множитель... Никогда не говорит попусту. Ну, она любит учить детей. Ей это нравится. Я думаю, что ей нравится, когда ее ученики послушны и... Ну, не доставляют неудобств, что не надо им каждый раз на каждом уроке замечания какие-то делать. Неучение – это как пословица тьма. То есть ты не знаешь каких-то элементарных вещей, ты не сможешь поступить на работу, у тебя будет плохое будущее. Стараться достигнуть цели, если что – подтянуться. Тьма – это как бы без нахождения истины... Жизнь без нахождения истины, по крайней мере, для меня. Надежда Алиевна стояла, и я к ней кинулась с обнимашками, потому что я очень люблю позитивы, я люблю обниматься. Ну, мне бы хотелось, чтобы у нее все же остались приятные воспоминания обо мне. Ну, я хотела бы, чтобы Надежда Алиевна запомнила меня как хорошую, добрую, красивую, скромную девочку. Умным. Отличником. Веселым. Доброжелательным. Это ко всем надо, это ко всем надо. Да. Откручивайся. Хорошо. Здесь вытворяли всякие чудности, было много травм, много слез. И все же хотелось, чтобы она нас запомнила хорошими. Мне вот хочется, чтобы тоже, да, хорошими. Ну, неплохими. Да, неплохими. Мы ей какое-то добро дарили. Что мы... Что-то мы и хорошие сделали. Я бы хотела, чтобы она запомнила меня как трудолюбивую, добрую. И скромную девочку. Да. Я бы хотела, чтобы она меня запомнила... Ну, чтобы она нас запомнила хорошими. Да. Она с правильного мнения не увеличенного и не униженного. Ну да. И добрыми. И отзывчивыми. Как девочку, которая всегда будет честной, по крайней мере, по отношению к ней и к одноклассникам. Как одной из лучших своих учениц. Ну, как приличную, культурную и хорошую девочку, которой надо ставить пример. Я бы хотела, чтобы Надежда Оливина запомнила меня веселой, умной и красивой. Девочки, это девочки. Мальчики, есть мальчики. Кто просто не хочет учиться, можно применить и, конечно, не физическую силу, но все-таки сказать, что в следующий раз будет двойка. Не знаю, ну, лучше навещать будут Надежда Оливина. Я думаю, будут хорошие учителя, которые будут говорить много интересного. Я думаю, это будет больше новых учителей, они будут немножко построже, потому что мы будем старше. А чем? Строгими. Но справедливыми. Ну, наверное, они будут доброжелательны и будут нам помогать, если у нас что-то не получается объяснять хорошо. Они будут разными учителями. Дорогая Надежда Оливина, желаю вам приятных учеников, которые сиры, труются много и получают хорошие оценки. Дорогая Надежда Оливина, я желаю вам всего хорошего в дальнейшем, и чтобы у вас были хорошие и дружные ученики. Уважаю Надежда Оливина, я желаю вам больше ярких моментов в школе и хороших учеников. И все. Чтобы она всегда радовалась за тех, кто ее любит и уважает. Чтобы у вас были хорошие, умные, трудолюбивые ученики. И все скромные. Да. И чтобы все у вас было благополучно. Надежда Оливина. Чтобы ей попался хороший первый класс. Да, чтобы она всегда была здоровая. Чтобы ей было легко учить детей. И чтобы она такая же оставалась добрая. Да. Доброй душой. И чтобы у нее все в семейных делах было хорошо. И она жила долго и счастливо. Чтобы ее новые ученики были трудолюбивее. И трудолюбивее, чем мы. Очень тяжело с вами расставаться. Правда. Хотелось бы остаться с вами на всю жизнь. До института. Всегда ни о чем не забывала. Всегда она вспомнила. Да. Я желаю ей, чтобы хорошо у нее все было в семье. И чтобы у нее были хорошие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотим вам рассказать Ее мы помним с детства А может и с детства А может и не помним Но будем вспоминать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok